Недавно я делал обзор надстройки над андроидом под названием Z-Launcher, который выпустила компания Nokia, финская оставшаяся часть компании Nokia. И вот другая часть компании Nokia, которая два года назад выделилась в отдельную компанию, компанию JOLO и разрабатывает, выпустила свой собственный смартфон JOLO и разрабатывает операционную систему Sailfish Ose, которая является продолжением легендарной Meguo-Hormatan, на которой работает N9. Собственно, JOLO это команда, которая разрабатывала N9. Так вот, эта команда выпустила тоже лаунчер, тоже надстройку над андроидом, которая имитирует, ну скажем так, не полностью интерфейс Sailfish Ose, а отдельные элементы, достаточно оригинального и не надо сказать, не такого простого и лаконичного, как Meguo-Hormatan интерфейса Sailfish Ose. Ну, для краткого знакомства, не знаю, на самом деле, это альфа-релиз лаунчера, JOLO-лаунчера, поэтому может получиться так, что со временем будет бета, потом будет уже официальный, доступный в Play Market, на гугловском релиз JOLO-лаунчера. И может получиться так, что к тому моменту лаунчер обзаведется дополнительным функционалом. Я буду следить, если будет появляться что-то, какие-то серьезные, значительные нововведения, буду делать обзоры, но на данный момент этот лаунчер имитирует, собственно, ну скажем так, азы интерфейса Sailfish Ose. Азы интерфейса Sailfish Ose заключаются в первую очередь в контекстном меню, которое вытягивается сверху. Оно сопровождается вот это вот вытягивание, великолепная совершенно вибра отдачи, очень удобно и приятно. И вообще, на самом деле, у меня небольшой опыт общения с JOLO-фоном и Sailfish Ose, но по тому, что я пообщался с этой операционкой, могу сказать, что вот эта вот фишка чуть ли не самая основная в Sailfish Ose и действительно стоящая. Единственное, она не настраивается. Очень хотелось бы, чтобы у пользователя была возможность, вот как вы видите, настраивать вот это вот контекстное меню, чтобы я, как пользователь мог сюда вносить те элементы, которыми чаще всего пользуюсь. По умолчанию здесь контакты или звонилка, и включить-выключить звук. Не задерживается. Почему-то не было такого. Теперь появился такой глюк. Но не в суть. Здесь у нас обозначение тех уведомлений, которые у нас есть. Они, к сожалению, не активны. Тоже хотелось бы, чтобы они стали активными. То есть при нажимании на них мы можем видеть те уведомления, которые нам пришли. Далее. Далее идет экран вниз. Идет экран свернутых приложений. Ну, главное, функциональная, да и интерфейсная фишка Sailfish Ose заключается в том, что вот эти свернутые приложения, они управляемы в таком же свернутом виде. То есть вам для того, чтобы, например, в плеере переключить плеер или нажать на паузу, вам не нужно разворачивать приложение. Вы можете вот здесь вот прямо в свернутой иконке свайпом осуществить какое-то элементарное переключение. Здесь ничего такого нет. Естественно, просто свернутые ярлыки, они открываются. То есть, по сути, это имитация вот этого вот андроидовского функционала свернутых приложений, которые здесь тоже присутствуют. Пожалуйста. Включается камера. Некоторые приложения сворачиваются свайпом. Некоторые не сворачиваются. Сейчас мы попробуем камеру перевернуть. Она почему-то не переворачивается. Ну ладно. Появилась возможность сворачивания свайпом, чего нет в андроиде и что на самом деле очень удобно. Потому что андроид смартфоны бывают очень большие. Sony Xperia Z1 далеко не самый большой. Он очень эргономичный и дотянуться до центральной клавиши не проблема. А вот в больших смартфонах дотянуться до центральной клавиши проблема. И в таких случаях вот это вот свайп движение, которое сворачивает приложение, оно было бы очень удобно. Не знаю почему сам Google такую штуку не реализует. Далее, ну вот здесь вот у нас 4 основные программы, ярлыка программ, которые установлены. Также можно создавать папки. Вот у меня такая папка. Соответственно, вот так вот все это дело открывается. В принципе, ну работает терпимо с небольшими глюками. Плюсы заключаются. Ну, в Selfish OS, вот даже в Инстаграме, если я потяну вниз, хотя может быть я и не прав. Если я потяну вниз, то вытянется вот это вот контекстное меню. Но не факт, не буду сейчас обманывать. Ну, как бы там ни было, свайпы работают. Папки здесь можно создавать. Дальше идут экраны установленных приложений, где также можно создавать папки и классифицировать все приложения. Отсюда справа и слева находятся, ну скажем так, темы. Вот я могу поменять одну тему на другую и обратно ее поменять. Ну это известная фишка Selfish OS. Помимо прочего, там есть такой опционал, как задняя крышка, которая меняется и в зависимости от изменения задней крышки меняется и интерфейс. Ну, не интерфейс, точнее, а тема. Ну, естественно, задние крышки планируется модернизировать под Selfish OS и планируется, что они будут активировать не только темы, но и функционал дополнительный, то есть по, ну не знаю, по NFC системе, наверное, они как NFC метки будут выступать. Вот здесь ничего этого нету. Естественно, нету вот этой из хроматана позаимствованной ленты, которая в Selfish вроде как есть. Здесь это все удобно. Ну и вообще, честно говоря, если сравнивать Selfish OS и интерфейс именно, и Мегу Хроматан, мне кажется, что с пользовательской, с коммерческой точки зрения, Мегу Хроматан до сих пор является самый, обладает самым простым, лаконичным и в то же время очень-очень удобным и приятным интерфейсом. Интерфейс с Selfish OS, на мой взгляд, слишком навороченный, слишком мудреный, но не без приятных фишек. К приятным фишкам, безусловно, относится вот возможность управления свернутыми ярлыками приложений и вот это вот меню, меню, которое обладает и виброоткликом отличным и действительно это удобно вытянуть просто отсюда и сразу же перейти вот таким вот образом в телефон, например. Вот, пожалуй, все, что я хотел в этот раз сказать про Gelo Launcher. Ну, штука приятная, но не скажу, что я буду им пользоваться, потому что, ну, как ни крути, у Sony свой Xperia, вот тут происходит небольшой глюк, тем не менее, у Sony свой Xperia Launcher, не знаю, как он называется, он тоже очень и очень неплохой. Вот, видите, при переходе из одного лаунчера в другой, произошло подвисание. Небольшое, запутался Android, ну, вроде отпутался. Вот, у Xperia очень хорошая своя кастомизация, очень удобная, с... Не работает, не все работает, как видите. Ну, придется, наверное, перезагружать аппарат, хотя может со временем... Нет, вот так вот работает. Да, еще, кстати, что хотел отметить, то, что в Gelo Launcher... Сейчас вернемся, мы попробуем, во всяком случае, вернуться в него. В Gelo Launcher возникает проблема с сенсором по краям. В частности, когда набираешь текст... Сейчас я попытаюсь это продемонстрировать и проиллюстрировать. Воспользуемся BlackBerry Messenger. Когда набираешь текст, ну, например... И вот я нажимаю на букву И, как вы видите, и не срабатывает. То есть, по краям то же самое. Если я вот как-то... Не всегда, в общем, срабатывает. По-видимому, это связано с тем, что в Gelo Launcher края заточены под swipe, и в результате на клавиатуре они как-то не срабатывают. Вот это вот такой вот баг, который хотелось бы, чтобы компания Gelo со временем устранила. Ну, а в остальном, хотелось бы, чтобы настройки какие-то в Gelo Launcher появились. Чтобы появилась возможность вот сюда добавлять какие-то свои программки и свой функционал. Ну, в остальном, приятный продукт. Хотелось бы вообще, честно говоря, чтобы Gelo... Чтобы появлялись новые устройства на Gelo. И хотелось бы, чтобы Gelo как-то официально стало бы... Начало бы продаваться в России. Потому что те аппараты, которые есть, они привезены частным образом. Мне кажется, что в России, где N9 был очень и очень популярен, и популярен до сих пор, у Gelo будет достаточно поклонников. Ну вот, теперь точно, пожалуй, всё. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»